Всем привет, с вами Свордплейм, мы проходим Соник Манию, и у нас седьмой уровень, Гидра Сити, водный уровень, потому что Гидра это вода, но Аквавота это вода, и Гидра в общем-то тоже к этому относится, а Сити это город. Вот, мы получаем такую броньку, и с помощью неё мы сможем бесконечно находиться под водой. А если мы её потеряем от урона, то нам надо будет собирать такие пузырики на уровне, чтобы восполнять воздух. Как мы видели, Тейлз схавал этот пузырик, потому что у него нету такой броньки, как у меня. Но не беспокойтесь, он не умрёт, так как за него играет компьютер. Постараемся не терять нашу броньку-пузырёк, как можно дольше. Так, убьём этих пираний, чтобы они нам не мешались. Так, там какая-то пушечка по тройщиками стреляет, напомнила мне старую добрую контру. Так, чё-то не могу попасть. Так, чё-то пульки от нас отлетают под этим пузырём. В общем-то, нам надо по тому конвейеру перейти налево. Ну, что-то у меня не получается это сделать. Ну, может куда-то и направо. Может мне не обязательно налево идти. Нелинейность. Тогда давайте пойдём по этому пути. По крайней мере, здесь тоже куда-то можно пройти. А значит... Всё уже... Не так плохо. Так, получаю я другой пузырь. И потерял... Нужный пузырь. Так, под таким пузырём мы можем двигаться налево-направо. Немного вверх, немного вниз. И тоже можем находиться бесконечно под водой. Так, отлично. Вот водный пузырёк. Ну, блин, только его получилось. Сразу же пропукал. И теперь пушка по нам дамажит. Так. Мне нужен воздух. Дайте воздуха. Так. Отлично. Пузырь с воздухом вовремя. Здесь. Ещё пузырь. Да. Какой-то водный у меня путь. Мне бы повыше. Так, сейчас ещё и здесь соберём пузырёк. Где? Давай. На сейге в детстве я не любил водный уровень. Из-за вот этого воздуха. То, что его всегда не хватает. Так, отсчёт. Видим цифру 5, 4. То есть отсчёт. 10 секунд начинается и потом всё смерть. И музыка такая играет. Опасная. Ооооо. Куда я выскочил-то? Куда-то очень высоко. Ну, здесь хотя бы нету воды. И пока что можно не беспокоиться. Но. И снова вода. Снова вода. А я уже так был рад. Что мне не нужно беспокоиться о воздухе. Так, чекпоинт. Эггман. А значит босс. Ну и конечно же босс подготовился. У него есть акваланг костюм. Костюм аквалангиста. А у нас нет. Берём пузырёк. Как мы видим их два. Вероятно это для того, что если вы играете вдвоём. Чтобы второй игрок тоже взял пузырёк. Так. Здесь надо уже быстро-быстро проходить. Чтоб нас не раздавило. Так. Вот собственно сам босс. Что-то я не совсем понимаю. Как его убивать, если я зажимаю кнопку прыжка. Всё, победил. Пропеллер его затягиваю. И всё. Лёгкий босс. Да, очень странно припарковался ты, Соник. Он сам въехал в стену. Серьёзно, это не я. Ничего не надо думать, что это я так плохо паркуюсь. Это Соник. Я не знаю. Наверное, в их мире парковаться в стену. Это... Правильно! По правилам. Так. Второй акт должен отличаться от первого. Пока что... Вот эти штуки-то похожи на тот. На первый акт. Вода снова! Ну хотя уровень же называется Гидросити. Поэтому... Можно не удивляться, что во втором акте тоже вода. Так, что это за рука? Рука! Попу! Нет, это ускорение. Такое вот странное ускорение здесь. Нас берёт рука и ускоряет. Ага. Это я вернулся. Ну-ка. А, понятно. Здесь. Туда-сюда прыгалка. Так, как-то наверх. Надо как-то выбраться. Хм. Надо как-то выбраться. Как-то сюда надо выбраться нам. Нет, давайте возьмём. Нет, нет, нет. Ускорение, постой. Мне нужен воздух. Телс типа помирает, но сейчас он вернётся. Так. Ну где пузырь-то? Ну где пузырь-то? Короче, понятно. Надо так, чтобы заряда хватило. И мы пробежали наверх. Ну я не понимаю, как это делается иногда. Потому что... То ли я кнопку должен что-ли нажимать туда? в ту сторону куда то есть налево выходит то ли что я в детстве не всегда понимал как это работает вот тэнс пролетает а я не могу пролететь естественно никаких подсказок нету я застрял да ребят я застрял сейчас мы будем здесь париться чтобы пройти это место так прыжок не надо нажимать ладно ну я не нажал прыжок что дальше-то если мне воздуха будет не хватать воздух пузырь давай надо было брать тэнс и я мог туда влететь наверное ты своих хвостах я застрял не люблю я такие места явно что-то я теперь даже шипы эти пролететь не могу хотя до этого пролетала а я просто ничего не нажимал и пролетел возможно в этом и есть весь секрет не надо ничего нажимать я наоборот как дурак стараюсь нажимать чтобы пройти все-таки разогнаться как правильно и вот что это за место и зачем сюда а получаете враги торпеды так лучше убить врага да сейчас он при разгоне будет мне мешать покатились даже пружина не понадобилась я и так вылетел среди мы крутимся Так Так Блин, Телс снова попал Он играет лучше меня Компьютерная программа Можешь подыграть мне Хоть иногда, чтобы я не выглядел на твоем фоне так тупо Вот, вот это разгон Вот это я понимаю спидран У! Смерти Снова я наверх иду И снова Путь налево Смертия кончилась В общем-то оно мне и не понадобилось Сейчас бы понадобилось На боссе, на боссе Было бы неплохо иметь бессмертие Да Реально Опасная штука Что за штучки такие, по которым мы бегаем Что за штучки Нет Что я здесь был, но раз там еще кольца, то я не был И новый чекпоинт, потому что место было почти то же самое Босс Я под водой нахожусь Нет Так, пузырек А Интересный босс Напоминает мне вертолет Из первого видео Теперь это Подводная какая-то лодочка Так, пузырек Давай, дамаж босса Не забываем брать пузыри Что? Помер, у меня ноль колец осталось Ух Так, сейчас либо будет вторая форма Так Кольцо, кольцо, кольцо Так Воздух Я не могу Ничего сделать Я в ловушке Так Ага Вот Сейчас и надо его дамажить Когда он включает эту ловушку А потом, когда он крутит этими торпедами Вот сейчас они стали красными А значит, они будут меня дамажить Что? Не помираешь? Отлично Я рикошетами застрял Ха-ха Повезло застрять Ну как застрять Что рикошеты Проходили по боссу И тогда он легкий Ну на этом уровне Уровень вполне проходим Нормально так Мирэйш салон Но Фух Но из-за того, что он водный Приходится еще париться Посмотрите Мы на самолете летим Я Так А Как управлять самолетом-то? Экран пропал А То есть я всегда на самолете? Я подумал, что я могу Упасть с самолета Ну нет Получается Влево-направо Я как бы управляю самолетом Но это слегка странно Происходит То есть и мой Соник бежит По площадке самолета И самолет бежит Слегка неудобно По управлению А сейчас самолет сам полетел вниз Или я нажал так Сперва мы начинаем втроем Но робот скинул к Наклсу Точнее Наклсу Потому что Кэй вроде как не читается Но пишется Да Слегка неудобное управление Потому что Соник Быстрее пробегает Чем самолет Вперед Но хотя бы я с самолета Не могу упасть Что меня уже радует На каком-то диком западе Как будто Снова нет колец Кольца Всегда надо иметь Хотя бы одно кольцо Чтобы быть Готовым к битве с врагом Начинаем снова сначала Ладно Это хотя бы Начало уровня Если я на нем Проиграю Я начну все равно С самого начала И сейчас мы так поступим Game over Игра Автоматически сохраняется Манемод Наше место для сохранения И восьмой уровень Салун Мерейш Салун Отлично Дикий запад Но Запарный Запарный уровень Скажу я вам Управление Достаточно Неудобное Это усложняет жизнь И самолет Все равно Сам двигается Направо Только медленно Я могу ускорять Это дело Но от этого Не становится Сильно Это проще Чего я управляю самолетом И своим движением Что там делает Вообще Тейлз Кольцо 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 Эти ракеты Которые за нами Летают И делают окружность Очень раздражительные Так Кольца Кольца Представил Какой здесь будет Наверное Неудобный Босс За механики Управления На этом уровне Кто-то Задамажил меня Вот я даже Не видел Смотрите Это даже не ракета Это птица Робо Птица Ракета Ракета В форме Птиц Что? Босс? Там изображение Эггмана Привет Паровоз Там был Чекпоинт Или сейчас Меня скинет Наверное На паровоз И начнется 2D гейминг Там кольцо Внизу Кольцо Это бонус Как же К нему Пройти Ладно Давайте Наверное До чекпоинта Сперва Доберемся А то Мне кажется Если я проиграю Начну с самого Начала Уровня Не хотелось бы Пока Враг А там Что-то Есть Отлично Еще Какая-то Бронька Электрическая Чекпоинт Пистолет Пистолет Чекпоинт Черкод 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 Моя 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 Робо-червяк Разлетелся на покеболы Спакт закончен Отлично, я надеюсь второй акт этого уровня будет не на самолете Да пожалуйста Хотя я немного превращался к управлению на самолете Ну и конечно же управление на самолете Кто это такой? Вот что же на ежа, но на какого-то более крупного ежа Он желтый, а нет Вот, нам сбили самолет О чем-то подобном я и просил Спасибо, игра Теперь я не на самолете, отлично Так мне управлять гораздо проще, когда я не на самолете Что такое? Что такое робо-птица? Так, разыскивается Какой-то зверек там разыскивается Это не этот ли? Желтый По крайней мере он был похож на ежа, только более крупного Потому что я не знаю, может это и не еж Это наверное наверняка он Wanted, это разыскивается То есть в розыске, типа местный бандит А уровень сделан под дикий запад Поэтому вполне логично Если он и будет боссом этого уровня Берем колечки вот так Не натыкаясь на шипы И полетели Чекпоин, привет Порой мы так резко бежим Что глаза даже не успевают уследить Вроде как и понимаешь, куда летишь Но иногда очень резко А, смотрите, там целая бригада Вон тот желтый В шапочке Вот А самый верхний, не знаю кто И зеленый еще какой-то Может у нас сразу все А не три У них типа банда Все три будут нашими боссами Ну, Соник разберется Будет новым шерифом в городе Который покажет, кто тут закон Два раза прыгнул И враг умер Дорожечку из воды Пожалуйста мне Так, полетели Видите, гораздо проще Чем на самолете Старый привычный геймплей Неужели уже босс? Если уже босс То уровень вообще короткий Либо я его так быстро Просто заспидранил Естественно, не специально Хотя это пока Это похоже на кота Самый верхний был Из плакатов, как я понимаю Скорее всего тогда Это не конец уровня Раз он только один Пока что Будут еще Целая банда Что? Все? Или сейчас будет другой? Ага Да елки-палки Кольцо, главное Сохранить это кольцо Сколько после этого Будет еще Еще же должен быть Третий Из их банды Так Я нашел слабое место Этого этих боссов Зажать в углу Да Как же так-то? Что-то не умирает Блин Потерял жизнь А у меня вообще-то было Четыре жизни Я так и не понял Откуда мне четыре жизни Так, чекпоинт Рядом, значит, босс А, ну вот он сразу Что-то странно Я зажрал этого зеленого Так много на него Раз напрыгнул А он не умер Наверное, он пожирнее Первого Котяры Можно и так И назад Откатываемся Ха-ха А на Будем так дамажить Так даже прыгать не надо Пусть босс прыгает сам Да Теперь я не могу попасть Потому что Этого он был в углу Что, нравится тебе? Бандит Ладно В этот раз Как-то он Меня задамажил Почему-то В этот раз Он стал по нам попадать Понизу Как же это так А так Попало Пулька Я робота должен атаковать Что ли еще Кажется, я робота еще должен атаковать После того, как задамажил бандита Вот сейчас, да, на робота могу прыгнуть Это робот Эггмана же Так ведь? Ага Так, третий Что третий делает? Еще кто-то? Снова кот Интересный босс Прикольно, в первый раз я не понял, что по роботу надо атаковать Но мне этот босс понравился Интересный Да, одобряю Второй акт этого уроня вообще мне понравился Первый тоже неплох, разнообразие, но просто не очень удобное управление На какую-то фабрику меня сейчас закинет Оил, океан Оил это масло Океан масло То есть нефтебаза, я так понимаю Так О, там же нефть А у меня щит огненный Получается, я все поджарил Нефть же отлично горит Очень опасный материал Это ж горючая Нефть Все дела Горит отлично И я все поджарил И свой зад тоже Я ж не думал, что это так сработает Но это прикольно Прикольно Есть элементы реализма в игре На удивление А, здесь падаешь Так Я снова упал В это самое место Так, сейчас я почему-то не умер А, кажется Если пропрыгивать там долго То я все-таки успеваю выжить А не просто останавливаться на месте Или, может, это не от нефти А просто огонь нас пожирает тоже Это да очень странная бронь И зачем я это вообще взял Если это так Почему? Почему мы померли? Вот только не говорите, что меня Типа лифт придавило краешек там Платформы Потому что если это так, то Меня даже не показало Как придавило к этому краешку платформы Почему я умер Это все из-за этого щитка Огненного Но выглядит эффектно А я его потерял Ну и ладно Если он будет мне усложнять жизнь Так мне проще его вообще не брать тогда Вот лифт Очень много всего разрушается на этом уровне И падающие платформы А я не люблю падающие платформы Тем более если они ведут в нефть Понятно Убил нас огонь Но начало уровня Теперь мы знаем как выглядит начало уровня И сейчас мы его Постараемся все-таки пройти Это я напоминаю вам Это у нас уже девятый уровень Так по воде можно прыгать Видать я тогда умер все-таки не из-за огня Хотя от него да Просто утонул Или из-за огня Но скорее всего просто утонул Хотя Очень сложно наверняка сказать А в прошлый раз я умер Самый последний Из-за огня Под платформой Потому что у меня не было колец Вроде в игре же ничего не ваншотит Хотя не Некоторые вещи ваншотят Вроде бы Если меня придавит Придавит Это меня ваншотило Может этот огонек Тоже ваншотит Мы можем проверить Давайте проверим Нет Он не ваншотит Мы теряем кольца Пожертвовал кольцами Ради проверки Но зато мы будем знать Музыка здесь странная Как будто Какая-то Слегка пустынная Из каких-нибудь эмиратов Сзади такое солнце Как будто пустыня Но при этом Производство Хотя в пустыне Тоже есть производство По нефти Но неожиданная Неожиданная музыка Для этого уровня На мой взгляд Решили кольца Из меня выбить А я тут еще нашел Пока, Тейлс Ты упал Но у тебя есть хвосты Мне падать нельзя У меня нет хвостов Летающих Чтоб летать Вот ты снова со мной Привет, дружок Ааа, покатились Снова куда-то мы покатились Падаем Да Ладно, шипы Хватит играть со мной В свою игру Поймай шип На синий зад Аааа У него такая смешная лица У этого робота Робот-механик У тебя смешное лицо Что такое Аааа Шипы Ну-ну-ну Что ты сделаешь Это все, что ты можешь Понятно Нужно на центральных быть Аааа Что ж нас дамажит-то Пока Огонь Огонь Пошел огонь Еее Первый акт пройден Но пошел какой-то дым Там что Кто-то поджег станцию Эту фабрику По нефти Добыче Переработки Так, вода Ладно Что дальше Бей врага Так Как тут теперь пройти-то? Все стало таким Таким У меня кольца Пропадают Как будто меня что-то дамажит Похоже Этот темный дым Меня дамажит И я не могу пройти Либо я чего-то не понял Как здесь проходить Ага Так Что-то здесь дым Снова Так Не понимаю Не понимаю Как работает Этот уровень Я могу убрать дым Временно Но не могу никуда пройти Было бы и неплохо Если меня ТС взял На свои руки И провел бы дальше О, он попал как-то вниз Залетел Я тоже вниз хочу Как мы видим Внизу есть Как это Экран с кольцом Я туда не могу пройти Кольца-кольца Теряются Здесь нас будет дамажить Не вода На этом же уровне Как в прошлых В том же Гидросити Здесь нас будет дамажить Нефть И ее сгорание Продукты сгорания нефти Вот Ну и зачем ты меня вниз-то Повел, Тейлс Вот здесь Если играть вдвоем В этом месте Явно проще Было бы, я уверен Возможно, Тейлс Смог бы меня затянуть Наверх Я не понимаю Куда идти Игра Дай мне подсказку Может мне не надо было Убивать того врага Ладно Давайте попробуем Помереть Начать Не знаю Этот уровень Давайте Рестарт Сделаем Или Ну давайте Попробуем Рестарт Сделать Да Я надеюсь Мы начнем Со второго Акта Да Мы начинаем Со второго Акта Ну блин Пол Развалился Мы видим Врага Сверху Летающего Ну что же А дальше То как По этим потокам я могу Пробраться А кольца Теряется От этой Гарри Все ясно Да И под этой Гарри Все достаточно Плохо Видно Ну и кольца Теряются То есть Это как Знаете Дебаф Если бы это было РПГ Это был бы Дебаф А Это вот так Делается Ну хотя бы Я догадался Как проходить На этом уровне А то Вначале Ну Тупел Тупел Да Просто На других Уровнях Нельзя было Так делать Поэтому Пришлось Догадываться Если В Гидросити Нам надо было Воздух Нам нужен Был Водичку Пузырьки Собирать То здесь Нам надо Уходить От дыма Я Оставляю За собой Везде Огонь Я Огненный Ультразвуковой Ёж Да Телс Молодец Ты Все Правильно Делаешь Потеряли Щиток Так Эти штуки Сами Нас По своим Направлением Отправляют Ладно Пока Враг Тебе Очень сложно Попасть Чтоб Ты не Задамажил Чтоб Ладно Чтоб Вот Какой здесь Будет Босс Который Будет Кидаться в нас нефтью, или нефть будет где-нибудь внизу, или по всей поверхности он будет, наверное, огнем жарить. Поджаривать нас. Прикольный уровень, конечно. Такой необычный достаточно. Наверное, скоро босс. О! Все стало нормально видно. Так! Что это за штука? Вторая платформа. Розовая тентакля роботическая. Что убило нас? Я попал в воду. Нажимал оттуда прыжок. Неужели вода на битве с боссом нас убивает сразу? Знаешь, будет просто тупо. Ну, не вода. Да, я уж по привычке вода называю. Хотя это у нас не вода. Типа меня задавила эта платформа. Или... Но как платформа может, если она... Я был под ней, она выше ушла. Как она может меня задавить? Серьезно? Как это? Это шо? Игра предлагает нам пройти. Так. Ладно. Значит, на этом моменте... Или... Или пройдем. Ладно, давайте пройдем второму разу этот уровень. Прямо на видео. В этот раз без монтажа. Хотя в прошлый тоже было без монтажа. Поскольку монтаж... Отнимет слишком много... Времени по часам. Да. Да-да, по часам. Именно так. Поскольку если у вас не супер хорошее железо... Монтаж видео занимает достаточно много времени. Не могу же я закончить это видео оборвав какой-то девятый уровень на последнем боссе просто так. Возможно, здесь можно обузить рестарт, кстати. Если будут проблемы, надо будет попробовать пообузить рестарт. В плане того, что... Если мы будем начинать когда-то второго акта, дойдем второй акт всегда с самого начала, но с тремя жизнями, то так можно будет пообузить. А если еще из босса, то тогда вообще идеально. А! Платформа! Я почти в нее попал. Так, тут кнопка. А! Нет, это пружина. А! Кнопка, конечно! Чтоб Соник просто так кнопку давал. Ну, игра, имею в виду. Не сам Соник. Игра пытается подставить нас и дать место в пружины. Ну, как тебе нравится? Так, как мы помним, на средних стоим. Ну, все. Изи босс. Поэтому, в общем-то, от того, что я записываю по второму разу... Девятый уровень. Больших проблем не будет. Вон, сегодня же 2 минуты, 3-6 секунд. В любом случае, вы сможете, если что, перемотать на нужное вам место, если вам захочется смотреть по второму разу. А мы уже знаем, как проходить здесь. Соответственно, и до босса на втором акте я доберусь уже быстрее и не буду тупить в начале. А. Итак, надавили и прошли. Здесь надавили, пока что едут тем же самым путем, как и в прошлый раз. Хотя там была еще другая дырка, в которую можно было запрыгнуть. И она подкинула нас в какое-то другое место. А. Точно. Собираемся. Интересно, как Соник не задыхается? Ну, пропадают у нас кольца. Ну, вроде, когда ноль колец. Мы не можем умереть. Или же можем. Но проверять... Нет, проверять, наверное, не будем. Сколько наша задача сейчас? Это дойти до босса. И, конечно, там вот тупой момент с этими платформами. Как они, блин, нас могут дамажить, если платформа уже вверх ушла, выше нашего Соника? Как она меня может задамажить? Еще и на смерть. Вот тупой момент, реально. Это к тому, что некоторые же говорят, что игра прям идеально, идеально, что мы так долго ждали такого Соника и так далее. Но почему-то они не говорят о таких минусах, о которых говорю я. Не знаю, может они не обратили внимание на этот момент или из-за ностальгии. Просто просто не видят. Ну, знаете, когда человек что-то любит, он иногда не видит в этом минусы. Хотя они есть. или может они не натыкались в том месте на боссе на платформу и их никто не дамажил. То есть платформа их не ваншотила. Такой момент тоже исключать нельзя. Тогда неудивительно, что они не выставляют это в минус, если они просто с этим не сталкивались. давай сегодня босса быстрее уже. но здесь хотя бы видимость нормальная уже на боссе. ноль колец. Эта штука меня уже дамажит. То есть у нее прыгать не надо. Ладно, возможно мне... Я просто хотел быстрее босса убить, ведь сразу на него можно напрыгнуть и задамажить. Вот смотрите. Оп. Там, где босс находится, платформа не вылезает. Отлично. Но почему-то нас кто-то убивает все равно. Неужели нас убивает вода? Вы серьезно? Ну, вода, нефть. До этого я в ней спокойно по уровню прыгал и нас ничего не убивало. А тут берет и убивает. Это тупо. Тупо. Осталась одна жизнь, поэтому постараемся не рисковать. Ладно, я присяду. Посмотрим. А! Давай, босс, вылезай. Чтоб я мог тебя подамажить. его тентаклем надо дамажить. А! Кольцо! Кольцо! Кольцо всевластия! Можно утонуть в этой нефти, а можно и не утонуть. Все? Я надеюсь, я его победил. Так, выпрыгнул. В общем-то, из нее можно выпрыгивать, но нельзя надолго задерживаться в нефти, надо очень быстро нажимать прыжок, не забывать об этом, иначе считается, что мы просто утонули, как и в воде. Типа того. Ну ладно, хотя бы мы разобрались и для всех игроков, которые, может, тоже будут играть в игру, или на этом моменте чего-то не поняли, надеюсь, посмотрев это видео, вы поймете, как проходить. Если у вас возникли проблемы, такие же, как и у меня поначалу с этим боссом, то теперь вы знаете, как его убивать. Ну а что ж, мы прошли еще три уровня, и следующее видео у нас начнется с десятого, да, уже с десятого уровня, а на этом видео мы прошли седьмой тире девятый уровень, и если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь с друзьями, а с вами был Сворд Клейн, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok